Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня, да ребятки, выкатываем из ангара киборгам. Я наконец-то открыл себе эту машину, да, пускай еще без уникального внешнего вида. Уникальный внешний вид, ребят, оказался на 55 уровне, многие об этом мне написали. Я, честно говоря, искал, ну реально очень долго и почему-то не смог найти тогда, когда писал свое видео в отношении того, что нас ожидает данный ежемесячный ивентик. И мне, честно говоря, кстати, да, спасибо большое, что поправляете меня, что это батл пасс. Я, честно говоря, особой разницы не вижу, но окей, хорошо, пускай будет батл пасс. Короче говоря, вот этот вот уникальный внешний вид буду потеть до последнего для того, чтобы себе его открыть, потому что без него, ребят, машина просто теряет свой смысл. Потому что, по большому счету, будет такой себе слегка совсем перерисованный М6. А вот что касается вот этих вот всех дорисовочек в виде там всякого рода проводков, вот этот вот шестиствольный пулемет миниган, ну и мерцающий огонек красного цвета, по-другому назвать его не могу. Ребят, действительно добавляют машине, ну, какой-то эстетики, добавляют смысла, я бы сказал. Поэтому над камуфляжом Т-800 потеть необходимо однозначно, потому что, как я уже сказал, без него машина просто, ну, будет ни о чем. Просто, ну, стандартная машина, слегка перерисованная. А так, действительно, стилистика того, ради чего, в принципе, все это затеивалось. Что касается технических характеристик, можете посмотреть видео, я там обсуждал, сравнивал с двумя машинами, с М6 и с Магнусом. Тоже, кстати, ежемесячного ивента была машина. Это видео можете посмотреть по ссылочке, которая вот здесь наверху появится в течение всего видоса. Что же касается того, что можем обсудить сейчас с вами. Ну, смотрите, что касается брони, к сожалению, ну, невозможно найти на сегодняшний день силуэт именно этой машины. Поэтому я открыл Магнуса, он максимально приближен. Башню брони взяли от М6, но, честно говоря, мне почему-то кажется, что все-таки будет больше на Магнуса. Похоже, потому что у Магнуса брони больше. И заявленная броня все-таки, ну, мне почему-то кажется, будет ближе к Магнусу, чем М6. Хотя, по техническим характеристикам, именно с М6 взяли лобовую броню башни. Я бы сказал, что у М6 она, ну, прям не сильно клевая. Есть вот в таком башенка, есть щеки у башни, которые, как только ты доворачиваешь, сразу сюда будет прилетать. Поэтому, ребят, ну, такое, я бы сказал, что вот на Магнуса, я надеюсь, больше. Потому что здесь брони все-таки, ну, как вы видите, гораздо побольше насыпано. И приведенка здесь просто сумасшедшая. В башню практически машина не прибивается. Вообще, солба имба брони. И что касается корпуса, вот как раз броню корпуса взяли именно с Магнуса. ТТХ по броне корпуса те же самые, что у Т-800 у Киборга, что у Магнуса. Поэтому, ребят, ожидаем чего-нибудь вот такого. Поэтому и взял за пример именно этот силуэт. Мне почему-то кажется, что по бортам и по корме будет аккурат то же самое, что по Магнусу. И я очень сильно надеюсь на то, что играться будет как Магнус. Потому что я, встречая Магнуса в боях, ребят, ну, честно говоря, видел в нем определенного рода преграду на пути. Особенно если он где-нибудь в улочке стоит, вот так вот прямо. Ну, пробить его, найти серую зону очень сложновато. А этого товарища, ребят, еще сложнее. Перебодать, я бы так это назвал. Что по КД, что по Альфе, что по пробитиям. По одной простой причине, потому что пушка у него, ребят, действительно рулит. Она настолько рулит, вы себе не представляете. 160 единиц урона. Как я говорил ранее в видео, по поводу которого я говорил, что ссылочка будет сверху, в правом углу. Меня очень сильно смущает и смущает, честно говоря, даже до сих пор. 160 единиц Альфы. Ну, просто это тяжелый танк и хотелось бы, чтобы здесь была цифра хотя бы 180, а лучше всего под 200. Но зато, ребят, установив оборудование, установив амуницию, я довел время перезарядки до 4,44. То есть чуть меньше, чем 4,5 секунды. Это действительно просто чума какая-то. При этом увеличил я себе, простите, увеличил, улучшил себе время сведения 3,8 секунды. В принципе, играбельно, да, безусловно, на дальних расстояниях не очень. На средних тоже тяжеловато порой отыгрывается. Но, ребят, что-то все-таки классное в этой пушке есть на маленьких расстояниях. И все-таки, наверное, это КД, а не время сведения. Разброс, ну, разброс себе посредственный 0,35, я бы сказал, округляя. В целом нормально, в целом играбельно. То есть прям совсем огромного круга сведения у вас нет. Но это сейчас все увидим непосредственно в самой катке. Заявленный ДПМ при всех вот этих ТТХ получается 2164. Насколько он реализуем? Да реализуем, ребят, только надо играть против себе подобных. И, безусловно, против левелов повыше вам немножко становится порой сложнее. Но против многих семерок играется очень упрямо и очень-таки себе даже приемлемо. Что касается пробития 155 езинц, его можно, ребят, увеличить, но тогда вы теряете в других ТТХ. Я решил этого не делать. Можно перейти в оборудку, можно посмотреть, что там можно себе подобавлять. Вы можете себе добавить, допустим, плюс 8 к пробитию. Но тогда, ребят, теряете в перезарядке. То есть, возвращаясь к вопросу времени перезарядки, здесь будет практически 5 секунд. Я пока решил поиграть на улучшенной перезарядке, отыгрывать именно от КД и держать удар своей, я бы сказал, чумовой броней для своего 6 уровня. Я думаю, что это все, что можно сказать на данный момент о Киборге, стоя непосредственно в ангаре. Поэтому давайте запрыгивать в бой. Ну и, соответственно, ребятки, посмотрим, чего Киборг может на данный момент непосредственно в боях. Да, безусловно, будем сейчас катать без вот этого уникального внешнего вида. Но, ребят, зацениваем все-таки с вами не внешний вид машины, а зацениваем с вами ее возможности боевые. Если вы за честность, если вы за честные обзоры, пожалуйста, подписывайтесь на канал по желтому шильдику в правом нижнем углу. Я вам буду безумно благодарен. Это вас существенный вклад в развитие моего начинания. Ну а от меня огромная благодарность, которая будет проявляться в новых и новых видео с честными обзорами на технику, такой, какая она есть, и на товары в магазине. Я не скилловый игрок, у меня в районе 50-55% побед. Поэтому, если вы хотите знать, как будут играться танки вашими руками, если вы такой игрок, как я, по уровню подкованности, смотрите мои видео. Ну и, соответственно, вы не сделаете ошибки в отношении того, что вам приобретать и что вам качать. Ну, подождем захода в бой. Все-таки киборг сейчас потихоньку начинает появляться у тех игроков, которые могут задонатить. Соответственно, в игру пускает не очень быстро на свой шестой уровень. Ну что, ребятки, наконец-то нас пустило в бой. Потратили практически 3 минуты на то, чтобы зайти. Но из песни слов не выбросишь, это одна из правд о киборге. Да, действительно, на нем сейчас в бои попасть очень сложно. Балансер все-таки долго подбирает команду. Я так понимаю, что пытаясь сложить все до купы, с учетом того, что машина новая, желающих ее выкатить из ангара, тоже достаточное количество. Поэтому, ребятки, столько и заходим. Но я думаю, все поправится буквально за пару дней. По подвижности. Просто шикарно. Вообще, песня. Я не могу сказать, что есть вообще хоть какая-то нотка уныния в отношении передвижения. Что касается углов склонения, тоже очень классно. Ты можешь вполне спокойно отыгрывать от башни практически в любом положении. Что касается пробития. Ну вот, в себе подобного, да, будьте готовы в такие вот места вас, ребят, перебирать. Косточки, конечно, найдется достаточное количество желающих. Поэтому, ребятки, вот к этому стоит готовиться. По точности орудия. Как я говорил, на нормальных расстояниях, не на очень дальних. Сведение вполне себе нормально показывает, а скорость перезарядки просто чумовая. Ты реально ощущаешь себя, ну не знаю, пускай не богом, но сыном бога однозначно. По броне, ребят. Сейчас посмотрим, куда нас пробивал себе подобный. Умудрился пробить нас в центр по бронелистам. Это не верхний бронелист, не нижний бронелист. Я не знаю, что это. Просто передняя часть бронелистов. Вот видите, что я говорил, что чем дальше расстояние, тем тяжелее свестись. Но, ребят, когда сводитесь, просто шикарно идет. Я уже смог сделать три фрага. Именно благодаря просто чумовому времени перезарядки. И, в принципе, как оказывается, вполне себе даже достойной альфой в 160 единиц. Я ожидал, что 160 единиц альфы будут отыгрываться нудно, знаете. То есть, ты вроде бы и стреляешь часто, и в то же время ты не делаешь неприятно своему сопернику, а просто его щекочешь. Нет, нифига, это щекотание доводит до слез. Потому что, когда у тебя с промежутком в 4,5 секунды постоянно прилетает по 160 единиц, а у тебя запас, допустим, там в районе 800-900, ну, блин, не сильно приятно получается. То есть, по большому счету, за 6 выстрелов 900 единиц урона, а сделать этих 6 выстрелов на данной машине, ну, вообще никакого труда не составляет. Вот, ребят, серьезно. Я сколько катал его, ну, ты реально, блин, кроме кайфа, не ощущаешь ровным счетом ничего. У меня не было ни одного боя, в котором я бы не кайфанул. Вот сейчас я сделал 4 фрага, практически ничего не делая, вот просто разговаривая, просто катаясь по карте. Я не знаю, может, с соперниками так везет на данный момент. С другой стороны, может, ребята просто пока еще не знают, как с этим товарищем бороться. Я когда встречал его в виде соперника, не будучи на этой же машине, я, честно говоря, тоже, особенно до того, как я его открыл, я очень сильно удивлялся тому, как он выглядит в прицеле. Ребят, он тупо весь красный. И у тебя просто какая-то паника, ты пытаешься там понять, куда его выцелить, а в это время в тебя постоянно прилетает. Поверьте, ощущения не очень приятные. 1440 единиц урона, и это мало, ребята. Это мало, потому что он реально может больше. И это большее оно у меня уже было. Что касается фарма. Ну, машина не для фарма, тут вопросов никаких нет, потому что с премом 42 тысячи. Это просто-таки практически ни о чем. Но, ребят, все-таки, как я уже сказал, это не фармер. Но что самое парадоксальное, это довольно крутой нагибатор по сравнению с другими ивентовыми машинами, которые ежемесячно у нас появляются. Второе место в команде по урону. Да, Кроус здесь, конечно, красавчик. Кроус, господи. Действительно, красавчик, накосил урона нормально. Давайте еще в одну каточку заедем, просто для чистоты эксперимента. Ну и для того, чтобы показать, что на Киборге, я не знаю, как бой сложится, но, возможно, получится показать, что на Киборге бывают вот такие вот бои не очень приятные. Потому что, допустим, товарищ из команды соперников в предыдущем бою, он недолго поиграл. Его ошибка заключалась в том, что он сразу выпятился вот вперед и погнали. Скорее всего, парень буквально первые катки делает на данной машине и думает, что куда бы он ни взорвался, то со своим КД и со своим вот этим крайне болезненным щекотанием по 160 единиц альфы, он реально сейчас там всех прям разнесет. Одновременно, ребят, всех разносить у вас не получится. Вот если вы столкнетесь с одной машиной, да, окей. Если вы находитесь, как я уже говорил, где-нибудь между домами в какой-то улочке на какой-нибудь городской карте, да, тоже, ребят, окей. Вы сможете двоих сдержать, ну, стоя прямо и действительно там разбирая просто по КД. Но, ребят, стоит вам где-то находиться полубоком и вам сразу становится неприятно. Сейчас вот у меня не очень приятная ситуация получилась, меня уже умудрились подловить. И это не очень хорошо, потому что там запаса прочности вроде бы в 1150 хватает, но он почему-то, когда тебя начинают разбирать, он действительно начинает расходиться довольно быстро. Вот время сведения, видите, насколько сильно подводит на вот таких вот, я бы сказал, уже чуть больше среднего расстояния. Но точность орудия все равно продолжает радовать. И ты действительно продолжаешь косить нормально. Поэтому, ребят, я и говорил изначально, что со временем сведения необходимо привыкать, что машина рассчитана на то, чтобы на ней отыгрывать все-таки на очень коротких расстояниях и вот как раз сдерживать соперников своей чумовой броней. Сейчас сушечка, конечно, меня пробила, но как без этого? К сожалению, я не понимаю, почему он не показывает у меня, куда урон мне только что проходил. Поэтому не могу показать вам, но больше чем уверен, что в те же самые места, куда я себе подобного выцелил в предыдущем бою. Вот товарищ М6, как вы видите. Но все-таки красненькие зоны не настолько прям сильно сверкают по всему силуэту. Ну и вот, пожалуйста, прилетело. Прилетело куда? Прилетает, видите, наконец-то начал отображать. Прилетает, ребят, по бортам, поэтому бортами не остановитесь. Прилетает, вот прилетело сейчас, молодец, кто-то выцелил меня, прям вот этот вот краешек. И он действительно пробивается по броне. Я заметил, что уже не первый раз сюда, ребят, прилетает. Сейчас вернусь, где я тут. Жаль, нельзя приблизить, но вы видите, да, о чем я говорю. То есть вот этот вот типа маленький пулеметик или что это такое. И сразу слева от него, если смотреть правильно на танк, ну а если сейчас смотрим, то с правой стороны. И я заметил, что вот эти вот две части, правую и левую, несколько раз мне выцеливали. То есть получается действительно какая-то серая зона для товарищей. Но мне почему-то кажется, что бьют все-таки голдой. Ладно, ребятки, досматривать бой до конца мы не будем, потому что заценивать результата здесь никакого нет. Моя задача была заехать сейчас в бой и показать, что не все прям бои идеальные. Но поверьте, если бортом не становиться равных на сегодняшний день на вашем уровне, у вас просто-таки нет. И действительно против него пока еще не научились играть. И думаю, что в целом именно это и добавляет кайфа. Играть на этой новой машине. Чего в принципе, ребят, и вам желаю, если вы задумывались над тем, а стоит ли задонатить на то, чтобы купить себе пропуск. Ну и соответственно получить данную машину. Я очень-очень сильно хотел и я очень-очень сильно потел для того, чтобы данную машину получить. Чего в принципе желаю вам, потому что когда вы запотеете, или если вы уже открыли себе танк, но не забрали его за отсутствием пропуском, поверьте, если вы заберете, вы не пожалеете. Из всех ивентовых машин, которые я когда-либо держал в руках, из ежемесячных ивентов, ребят, это действительно самое годное. Более годные машины на сегодняшний день разработчики пока еще не выкладывали. Я бы поставил на второе место ледокол с дредноутом, но все-таки, ребят, далеко-далеко не то же самое. Это был честный обзор на киборга, таким какой он есть на самом деле. Ну и как он будет играться в ваших руках, если вы среднестатистический игрок, такой как я. Играйте в игру, получайте удовольствие, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, обязательно ставьте палец на колокольчик, для того, чтобы не пропустить выход новых видео. Буду вам безумно благодарен. Всех благ вам, всего хорошего, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.